Слово «прана» не имеет прямого соответствия в английском языке, но мы можем сказать, что это жизненная энергия. То, что мы называем жизненной энергией, и есть прана. В нашем теле прана проявляется в десяти различных формах, но, чтобы было понятнее, сведем их к пяти. Эти пять форм называются «пять ваю» или «панча ваю» — «прана ваю», «сама на ваю», «удана ваю», «апана» и «вьяна». Они отвечают за различные аспекты функционирования человеческого механизма. Рассказывать о них можно бесконечно. Я попытаюсь сократить этот рассказ до разумных пределов. «Яма» означает обретение контроля или управления. «Пранаяма» означает метод, с помощью которого можно обрести контроль над «панча ваю». То, как функционирует ваше тело, ум и вся ваша физиология, то, как функционирует человеческий организм, определяется этой энергией. Это разумная энергия в том смысле, что она несет в себе определенный объем памяти. На этой энергии отпечатывается кармическая память каждого человека. Поэтому у каждого человека прана функционирует по-своему. Она уникальна для каждого человека. Она не похожа на электричество. Электричество не бывает умным. Оно может зажечь лампочку, включить видеокамеру, запустить кондиционер, выполнить миллион других действий, но не потому, что оно умное. Электричество всегда делает одно и то же. Просто конкретные устройства выполняют свои функции. Сейчас же я говорю о том, что может произойти в недалеком будущем, может появиться умное электричество. Через 50 лет может появиться умная энергия с конкретным функционалом. Вы сможете задать ей определенные функции, если заложите в нее память. Прана — это умная энергия, в которой заложен некоторый объем памяти. Поэтому у каждого человека она функционирует по-своему. Есть невероятно тонкая форма пранаямы, когда мы прорабатываем подход к каждому человеку в зависимости от его конкретного состояния. Чтобы выйти на такой уровень, необходима общая развитая пранаяма, которая заботится о всех пяти ваю. Если вы освоите эти пять ваю, для вас не будет существовать никаких недомоганий физических, но в особенности нарушений психики это будет невозможно. Если вы будете управлять своей праной, то при любой внешней ситуации, под давлением эмоций, последствий и чего угодно, какой бы волной вас не накрыло, у вас всегда будет стопроцентная гарантия психологического равновесия. Когда я говорю о равновесии, вероятно, по медицинским показателям, большинство из вас уравновешены. Но многие люди не уравновешены на уровне психики. Возьмем, к примеру, вашу руку. Представьте, что эта рука вдруг поднимается и тычет вам в глаз, царапает вас и бьет. Если ваша рука начнет утворять подобное, это же болезнь, не так ли? Это как минимум болезнь руки. Я не буду винить всего человека, но, по крайней мере, ваша рука нездорова. Как раз это и происходит с умом большинства людей. Каждый день он вас бьет изнутри, заставляет плакать, кричать, волноваться, заставляет страдать, постоянно тычет вам в глаза. Не так ли? Ум болен? Возможно, в социально приемлемой форме, но он болен. Тот, кто сможет установить контроль над своей праной, на 100% может быть уверен в своем непоколебимом психологическом равновесии. Это касается и физиологического равновесия. Но подобные заболевания могут возникать по разным причинам. Одна из них — инфекции и другие организмы, которым хочется жить. Да, они хотят жить. Еще одна причина — всевозможные химические вещества и яды, которые мы проглатываем как сознательно, так и неосознанно, что тоже может привести к последствиям. Поэтому физиологическое здоровье, я бы сказал, гарантировано на 90%. Но психологическое благополучие может быть гарантировано на все 100%. Если психологически вы в прекрасном состоянии, оставшиеся 10% телесных недугов даже не будут для вас проблемой. Они не будут проблемой. В большинстве случаев незначительные телесные нарушения не имеют большого значения. Реакция, которая рождается в вашем уме, вот что важно. Не так ли? Да или нет? Так что пранаям означает, что вы хотите взять под контроль свои жизненные силы. Как я уже сказал, все они обладают собственным разумом. При рождении или после зачатия, то, как они входят в новорожденных и как покидают умерших, все это ясно показывает, что они обладают собственным разумом. Вы можете не замечать этого, если только не станете очень осознанными в этом смысле. Это целый мир, если хотите знать мое мнение. Необходимо иметь определенный уровень внимания. Слово «внимание» может быть недостаточно глубоким. Я использую слово «внимание», потому что другие слова сильно искажены. Слово «осознанность» и другие сильно искажены. Поэтому я использую слово «внимание». Однако слово «внимание» ведет не совсем к тому, что нужно. Одной только бдительности ума недостаточно. Необходимо обрести настоящее внимание. Если вы сделаете себя такими, то будете знать, как функционируют все пять вайо. Из-за своего ожидания «внимание» condiciones о кин đượcе aland governors президент começou президент space